На связи гостья, бизнес-консультант, тренер, управляющий партнер консалтинговой компании Светлана Солдатова. Светлана, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Ну, все мы знаем, в какой ситуации мы сейчас находимся. И скажите, пожалуйста, вот к чему уже нам стоит готовиться, и в том числе тем предпринимателям, и как мы будем вообще выходить и приходить в чувства после всего этого режима самоизоляции? Здесь все зависит от того, в какой системе сейчас работают или бездельничают предприниматели. Поскольку предпринимательство – это стиль жизни, я бы рекомендовала, даже находясь в режиме самоизоляции, действовать по поговорке, что если ты не рыбачишь, то чини сети. Есть возможность заняться своим бизнесом удаленно. Если такой возможности нет, то нужно пересмотр всего того, что произойдет через месяц, может быть, чуть меньше, с каждой компанией и подготовиться к этому периоду. Подготовиться к этому периоду. Вот сейчас, в момент того, когда, возможно, работа исключительно на удаленке, некоторые бизнесы так или иначе построены на взаимоотношении, на тесном общении людей. Как ему быть? Чинить ли сети или, наоборот, выбросить сети и купить другую удочку? Новый спиннинг, может быть? Может переформатировать что-то бизнес? Или пройдет и можно опять работать так, как было? Я скажу, что спиннинг никогда не помешает, а также еще можно эхолотом запастись, потому что видение рынка будет самым важным для тех компаний, кто захочет победить ситуацию сложившуюся. А вот по поводу сетей я бы не торопилась, их все же стоит починить, потому что ряд продуктов останутся востребованными, несмотря на то, что мир, как говорится, навсегда поменялся. И, конечно, часть потребителей останется в том ВКонтакте, в котором находилась до режима самоизоляции, не все перейдут на новейшие технологии, на новые продукты. Поэтому здесь есть смысл пересмотреть то, чем ты пользуешься, то, что работало, оставить, то, что не работало, выбросить за борт. А новые технологии, конечно, они сейчас помогут в компаниях выйти на новый уровень. Ну и как можно самостоятельно помочь себе, своему бизнесу, магазину, либо общепиту? Что нужно делать? Сейчас мы видим в рамках крымских компаний, которые заняты в сфере общественного питания, что все переключились на доставку, кто-то это сделал достаточно успешно и быстро, у кого-то доставка уже была. То есть сейчас нужно понять, что в тех условиях, в которых мы находимся, ваши потребители, ваши клиенты, они еще меньше защищены, чем бизнес-компании, поэтому стоит обратиться к ним, спросить, что бы они хотели получить в это время от вашего бизнеса и это предоставить. И еще одно из необходимых направлений, то, чем занимаюсь лично я, это, конечно, образование и понимание того периода, который вот сейчас происходит. То есть я веду вебинары регулярно, на абсолютно бесплатной основе, в сетях, где можно подключиться, послушать и посмотреть, что еще необходимо знать бизнесу о том периоде, в котором мы сейчас проживаем. А какие главные пункты можно было бы сразу выделить? Вот я понимаю, что у нас немного эфирного времени, но тем не менее. Главные пункты – это понимать, что отношение с потребителями изменится, поэтому нужно укреплять лояльность. Главный пункт – это ваша команда, потому что она сейчас даже объединенная посредством интернет-технологий, все-таки разобщена. Люди достаточно, так скажем, переживают, то есть у них стрессовый фон высокий, поэтому нужно работать со своей командой и, конечно, методом мозгового штурма придумать, чем вы порадуете всех нас, когда мы выйдем из режима самоизоляции. А если вот, например, все-таки отклика тяжело дождаться, и помощи, и как бы внутри себя не можешь мобилизовать самостоятельно, на какую-то меру поддержки извне, то есть со стороны государства, предпринимателю можно рассчитывать или нет? Конечно, не только со стороны государства, но со стороны компаний, которые сейчас техническую помощь оказывают. То есть, например, сетевые технологии стали временно бесплатными для того, чтобы их использовать. Государство разрабатывает меры, то есть есть меры экстренного реагирования, которые были приняты уже неделю назад. Сегодня мы все ожидаем в 8 часов вечера для того, чтобы послушать о комплексной программе поддержки, как на уровне государства, федеральной программе, так и на уровне нашего региона. И я хочу сказать, что те компании, которые действительно пострадали, потому что первыми попали в режим самоизоляции, они получили уже хорошие инструменты для того, чтобы, да, конечно, этот период пройти с наименьшими потерями. Потери будут, но бизнес — это риски, и люди, которые занимаются бизнесом, они эти риски добровольно на себя принимали. Спасибо вам. Будем надеяться, что эти риски будут минимизированы теми действиями, которые принимает правительство, которые принимают крупные организации для поддержки малого-среднего предпринимательства. И надеемся, что по вашему примеру подобных семинаров, вебинаров, встреч, консультаций будет еще больше для того, чтобы наш бизнес все-таки укрепился в этом нелегком состоянии, в это нелегкое время. Большое спасибо, Светлана. Благодарю и всем нам благополучия и здоровья. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!